Добрый вечер дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях глава ИТАРТАС в Молдове политический аналитик Валерий Демиденский. Добрый вечер Валерий. Добрый вечер Сергей. Встреча была неожиданна, но она неожиданна как и все остальное в нашей жизни. Правда все случается. Даже жизнь неожиданна. Неожиданно люди рождаются, неожиданно люди умирают. Ну 9 месяцев куда в сторону уведем. Кто вы господин Демиденский? Журналист. Смотря интернет, вашу биографию, ваше выступление, я задался вопрос. ИТАРТАС. Крыша КГБ. Скобки. Отлично. Хорошо. Крыша ФСБ. Многие верят. Даже приходят докладывать. Вот мне интересно, как это происходит. Ну значит ИТАРТАС. Почему ИТАРТАС? Многие меня спрашивают. А почему ТАСС? Советского Союза нет. ТАСС существует как бренд уже почти 100 лет. Грешно было отказаться от такого. Глупо. Отказаться от бренда, который знает столько лет. Поэтому, когда распался Советский Союз, долго мучились. Как назвать? Даже была какая-то идея такая. Назвать РИТА. Российское информационное телеграфное агентство. Ну РИТА. И вот Рашилин, кстати, к этому приложил руку Ельцин. Когда ему подписали, принесли на подпись указанную, посмотрел, сказал ИТАРТАС. Это хорошо, что сохранили ИТАСС. И подписал. И так остался ТАСС. Бренд ТАСС. Ну, кстати, много связано. Люди, кстати, еще самое смешное помнят. А многие уже молодое поколение не помнят. Были курьезные случаи. Однажды прошел на какое-то мероприятие. Меня спросили, говорят, а вы кто? Я говорю, корреспондент. А чего корреспондент? Ну, телеграфное агентство. Еще не успел отказать Советского Союза. Охранники меня схватили. Говорят, знаете, телефон и потом чинить будем. Потом, да. Ну, пока разобрались, нормально. Был еще другой курьезный случай. Остановил как-то молдавский полицейский. Попросил техпаспорт машины. Посмотрел. ИТАРТАС. ИТАРТАС. Есть же данный. Ты еврей, говорит? Ну, слава богу, лейтенант, который стоял за ним, он немножко разбирался в этих делах. Он сказал, слушай, оставим его в покое. Это, говорит, это журналист, говорит, российского агентства. Я был поражен, конечно. Нормально. Что касается КГБ, значит, мы занимаемся одним и тем же делом. Что из спецслужбы? Мы собираем информацию. И они, и мы. Главное, что мы иногда делаем это более оперативно, чем они. Вот сейчас на днях было интервью с Путином, когда он рассказывал, он показал папочку такую, да, корреспондент сказал, вот эта папочка по Сирии. Я иногда за тренажером утром смотрю телевизор, я узнаю новости быстрее, чем приходит эта папочка. Почему? В посольстве там поступает информация, ее обрабатывают, проверяют достоверность, пока перешлют, пока начальство прочитает, отсеет лишнее, пока перенесут президенту, он посмотрел и вдруг же все увидел. Ну, сейчас все мировые информационные агентства, а ТАС входит в пятерку крупнейших мировых информационных агентств, таких как Рейтер, таких как Францбресс и так далее. Ну, другую, да. Поэтому, конечно, там счет идет на секунды. Новость, которая уже прошла, там через час-два никому не нужна, можно заработать втык за неоперативность. Поэтому это очень такая нервная работа, сейчас серьезно говоря. Гонка за оперативностью порождает и вот эту нервозность в том, что ты должен быстро эту новость, как бы, получить, да, обработать ее. И если у тебя нет необходимого опыта, да, чтобы ты сразу ее осмыслил и сразу подал в нужном ключе, то, конечно, можно ломать дров, да. Вот бывают такие случаи, когда там какая-то новость, там что-то переворачивает, приводит к конфликтам между государственным, и как бы неправильно передная новость. Ну, как бы, как у Боротынского, да. Нам не дано предугадать, как наше слово зовется, да. Извините, могут не понять, опять правильно переиначить Боротынский и Молдовы. Ну, как же так? Тогда я вам скажу, вот вы все правильно говорите, я понимаю. Вот зрителям сказать, фильм ТАССу полномочен сообщить. Да, и с этим... Сыграл основную роль в том, что каждый представитель ИТАР ТАСС, они помнят ТАСС, ИТАР опускается, если ИТАР ТАСС заявил, комитетчики сработали. Да. Значит, ситуация была даже такая смешная. Однажды был такой курьезный случай. Наши корреспонденты, тогда еще было информационное агентство Молдавии, АТЭМ, и они носили, они такие корочки, значит, там было написано АТЭМ ТАСС. И вот одна съемочная группа, как бы, приехала в какую-то деревню, значит, у них там сломалась машина. Местный руководитель их принял не очень ласково, как-то подумал, журналисты приехали, быстрее бы уехали, да, что-то тут копают, бегают и так далее. И вот этот мой коллега, значит, говорит, ну, понимаешь, что мы ТАСС. Он говорит, а что такое ТАСС? Спросил, он говорит, хозяйство. Такой дедок, председатель колхоза, он говорит, ты видел ТАСС у полномочного заявления? Он говорит, да, говорит, а полковника Славина знаешь? Говорит, знаю, говорит. Так вот мы тоже оттуда. Ну, вечером уже было нормально, ужин. Ну, по гардинам, как положено, да? Да, да, ужин был на животноводственном стане, да, все нормально, доярки не уходили долго, танцевали, там, все и прочее. Очень понравилось. Он приехал и рассказал, говорит, знаешь, работает, работает. Да, действительно, вот этот фильм по роману Юлиана Семенова, да, я, кстати, даже лоханулся. Однажды была встреча с Юлианом Семеновым в Москве, да, и, ну, как бы, журналисты. Я тогда только начал работать в ТАСС, я спросил, слушайте, почему вы назвали так? Вы работали в ТАСС? Он говорит, да никогда старик не работал в ТАСС. Просто, говорит, вот ТАССу полномочного заявить. Ну, что, действительно, ТАСС это был официальный рупор. Действительно, вы знаете, вот самое интересное, что так во многом и долгие годы и остается. Почему? Потому что вот многие иностранные корреспонденты мне говорят, что вот когда поступает какая-то информация, да, вот, они ждут, что скажет ТАСС. Вот как оселок, да, вот, что если ТАСС это сказал, значит, это самое, это, значит, уже правильно, да, вот, как бы, уже никаких сдвигов не будет. Продвините, я в слово, которое не поняли наши, извините, поправлю, чуть-чуть там, чуть-чуть иностранное слово было сказано. Я должен был поправить так, чтобы вам было понятно, что было сказано, да, что это истинно в самом начале. Ну, да, так правильно. Хотя, признаюсь, это, конечно, не в пользу моей фирмы, и мы ошибаемся, и мы люди, и зачастую бывают и курьезные случаи. Могу один рассказать, это было в начале 90-х, когда были вот эти события известные, с которых начался президентский конфликт, помните, первые трое погибших на Дубасарском мосту и так далее, и там подобное, да. И вот, когда там была гибель, была какая-то буча такая странная, спор был в парламенте, все кричали, и кто-то один из депутатов, по-моему, Богданов из Рыбницы, он сказал, я объявляю голодовку в здании парламента, и отсюда не уйду, пока там не будет разбирательства, кто виновен в гибели этих людей. Мы передали это, что объявил. И вечером программа «Время» с ссылкой на ТАСС сообщила, что вот депутат Богданов голодает в здании парламента. Раздался звонок, говорит, знаете, беспокоит вас из администрации президента, только что позвонили управляющими делами парламента, он там с полицией ходит, ищет голодающего, и его нет. — Нет его, да? Надо было в буфет сходить. — Его нет, говорит, да, он уже ушел. Ну, мы уже за вечернее его пребывание, мы отвечаем за то, что он сказал. А вот за то, что куда он вечером делся, сообщения не было от Парижа, и я. Ну и есть такой нормальный, как бы, нормальный такая, в простонародье так говорят, отмазка у любых журналистов, да, когда вот начинает нас доставать там, а вот вы там написали, а вот вы там сказали, а вот зачастую бывает так, что какой-то политик что-то заявил. И вот звонят тебе и говорят, вот этот политик заявил, это неправильно. На что мой коллега из Грузии, Тенгиз Пачкори, я такой же, как глава представительства ТАСС и Тартас в Тбилиси, он всегда рассказывает тому, кто позвонил, простой анекдот, говорит, один грузинский депутат заявился домой, разделся легкий, тут же начала его избивать жена. Он говорит, что ты дерешься, что случилось, что? Он говорит, ты посмотри, что у тебя на спине. Он пошел в зеркало, посмотрел, а там ему любовница написала послание жене помадой. На что он сказал, что спина маленькая, напиши ей ответ. Вот в этом мы говорим, нормально, если вы чем-то недовольны, делайте свое заявление, мы его распространим. Ну, теперь на серьезные темы, значит. Да, пожалуйста, это шутки. Ну, мы должны были вместе с тобой вдвоем показать, что мы нормальные люди, ничем не отличаемся от наших жителей Республики Молдова. Что есть, то есть. И проблемы наши близки нам, мы их чувствуем сами, мы живем в этой среде. Но, как политическому аналитику, простой вопрос. Чем сравнима ситуация в Молдове на сегодняшний день? Именно твой взгляд интересен? Если можно коротко. Коротко очень просто. Мы, в принципе, на мой взгляд, ну, дошли до той ситуации, как многие маленькие страны, когда уже от нас очень немногое зависит. Как бы мы сегодня во многом не можем определять сами свою политику и наши политики, их тоже можно понять. Они зависимы от внешних факторов. Мы маленькая страна. Вот посмотрите, что даже сейчас происходит вот с этой газовой проблемой, с энергетическим пакетом. Да, мы мечемся. Мы когда-то, не спросив одну сторону, договорились с другой стороной. Когда поехали договориться к той стороне, а те говорят, а почему вы нас не спросили? Мы тут же бежим к другой стороне, говорим, знаете, вот, может быть, мы тут растянем что-то. И вот в этой проблеме как капли воды отражается и наша ситуация. Бедовая ситуация. Валерий, бедовая ситуация в том, видимо, что наши политики образовались в непонятное время и взялись неоткуда. Я выскажу свое мнение, опровергнешь или подтвердишь или выскажешь третий в этом взгляд. Но мне всегда было интересно. С удовольствием выскажившись. Как, допустим, политработник, закончив высшее там училище политическое, львовское, резко стал демократом с европейскими принципами и т.д. и т.п. Как бывшие выпускники высшей партийной школы стали ведущими политиками. Опять же, на демократической т.д. и т.д. Третье, как секретари комсомольских организаций, секретарей республиканских комсомольских организаций стали впереди перелома судьбы республики Молдовы в сторону демократизации общества и приближения к Европе. Ну, надо дать должное. Значит, в советское время хорошо готовили кадры, они оказались очень способными людьми. Если они тогда были на первых ролях за ночь, они стали в другой ипостаси на первых стрелях. Способные люди, понимаете? Меня вот, допустим, маленький пример приведу. Меня очень удивил Мерчаеву Ночеснегуру недавно, когда он заявил, что, в принципе, коммунизм это фашисты, знак равенства. Я, насколько его понял, что он половину жизни состоял в фашистской организации, даже был фюрером. Да, получается? Ну да, все это оказалось. Да, да. Ну, нормально, да. Понимаете, я немножко несколько так отношусь с улыбкой к этим вещам. Я их понимаю и даже во многом понимаю и трагедию самого Снегура. Почему? Потому что на президента независимых государств не учат нигде. Он действительно был толковый, руководитель сельского хозяйства, вырос до секретаря ЦК. И вдруг попал, стал волей судеб, быстро, это все произошло буквально в считанные месяцы, стал руководителем независимого государства. Плюс еще руководитель который оказался на геополитическом изломе, где нужно было принимать очень быстрые решения и знать геополитику. Тот же, допустим, Петр Лучинский, который сидел когда-то в какой-то период времени в политбюро ЦК КПСС, да, и видел, в самом конце. И видел, как принимаются мировые решения, у него был опыт. Он увидел, видел, как это все делается, да, за большим столом сидят несколько людей, которые вершат судьбами мира и как это все принимается. Мир Челонович этого не видел, да, и он зачастую руководствовался советами людей абсолютно эмоциональных, непрофессиональных, ну, вы знаете, кто принимал решения и кто давил на Снегуру. Если бы я знал, я бы вас не спрашивал. Нет, да, да, я имею в виду вас, все журналисты, да, да, знаете, кто советовал, допустим, Снегуру во время Приднестровского противостояния или так далее. Валерий, я сейчас не на личность пошел. Да. Я расшифрую свой вопрос. Эта элита, образовавшаяся здесь, политическая, она взялась неоткуда, правда? Сереж, а другой не было. Хорошо, 20 лет, срок вполне определяемый. Ну, есть. Знаешь, Сереж, ты задал философский вопрос. Почему? Потому что я знаю массу людей, которые занимаются бизнесом, которые занимаются другими делами, да, и когда беседую с ними, как-то я вижу, что это очень такие умные, толковые, порядочные люди, да, и могли бы что-то сделать, и хочется задать им вопрос, какого черта ты не идешь в политику? Какого черта ты сидишь там в каком-то углу, да, и так далее? Ну, он говорит, ты знаешь, говорит, вот он руководствуется принципом знаменитого, по-моему, был только один, да, такой император, который, когда его пришли уговаривать и вернуться на император, когда, смотрите, какой я бросил капусту, да, наверное, очень многие люди порядочные туда не идут. Давай скажем с тобой, так вот, честное откровение, у нас в парламенте сидят одни и те же люди, по-многим даже плачет тюрьма в иностранных государствах, да, их оттуда ничем не выкорчеваешь, да, вот как бы, многие из этих людей, которые сидят у нас в парламенте, на руководящих постах, если бы пошли, допустим, на выборы, по мажоритарным округам, да, вот пошли к народу, да, и показались бы, и сказали, вот я прошел, я хочу, чтобы вы не выбрали, его бы не выбрали, наверняка. А в партийном списке, пожалуйста. Как говорил Самуэль Кэмэл, я скажу, что это один персонаж американских мультфильмов, ковбой. История такова. Выращивал своих лошадей, мустангов, значит, он ловил их в прериях, делал домашними, продавал, но потом изрек к концу своей жизни. Он говорит, лучшего вложения капитальных средств, моего капитала, чем в политику, не было никогда. Я зря прожил жизнь. Значит, получается, что у нас политика на сегодняшний день это самый выгодный на сегодняшний бизнес. Но бизнес, бизнес, не видит людей. Людей он не видит. Бизнес видит прибыль. Красиво. Ленин не зря сказал, дайте ему сколько там процентов прибыли, да, и он готов на любое преступление. Это есть. Я больше скажу, я Маркса обожаю капитал. Просто я считаю, что это настольная книга для любого жителя Республики Молдова, кто не ленив, прочесть и понять, что там написано. Это пособие для понимания капитализма и всего механизма работы. Нам столько стоит поблагодарить нашей власти, что Маркса еще не запретили. Да не может быть. Валера, я уезжаю, приезжаю, как-то оторван бывает какое-то время, потому что у меня есть основная работа. И вот я вижу, как развивается Румыния, потому что в Румынию я начал визжать в 87-м году. С 87-го года я видел один фонарь до Бухареста. И то он был в жандармерии. В жандармерии этот фонарь горел в одной из деревень. Остальную всю дорогу проделывали без света. Сейчас я вижу великолепные дороги, великолепную инфраструктуру. Грешить не буду на Румынии. Я вижу, что румыны, уезжающие на работу на Запад, возвращаются домой. Почему я так говорю? Потому что приезжая домой, я не вижу тех людей, которые возвращаются обратно и не собираются. Они интегрируются в итальянское общество. полностью интегрируются. Знание языка, истории, понимание менталитета. Это есть. Здесь развития не может быть. Те угрозы, что мы пришлем деньги, но будем знать, кому мы присылаем деньги и на что они пойдут. Это правильно. Но страна страдает. Сереж, понимаешь, с точки зрения Румынии, вот только сегодня бывший премьер Румынии, он же бывший глава внешней разведки, он Гурянов, он выступил и сказал, что есть угроза, что из-за политики недоверия к Румынии со стороны ЕС миллионы румынских гастарбайтеров могут быть вернуться очень скоро домой. Вот на днях буквально МИД Румынии выступил с заявлением такой отповедью в сторону Великобритании по поводу того, что глава МВД Великобритании Мэй она сказала о том, что следующего года Великобритания, как и некоторые другие страны ЕС, ведут ограничения на въезд в Румын. В чем проблема? В Румынии да, есть дороги, да, строится инфраструктура, но в Румынии такие же проблемы есть, как и у нас. Мы немножко идеализируем и Румынию, и других наших соседей. Почему? Каждый пятый румын, их 20 миллионов, из них 4 миллиона работают за рубежом. Такая же экономика выстроена на гастарбайтерах. Гастарбайтер посылает строиться. Да, там были осуществлены широкомасштабные инвестиции, со стороны ЕС, дали деньги на строительство дорог и так далее. Но есть тоже и необработанные поля, когда вы едете туда, есть и загубленные предприятия, промышленность очень слабая, потому что она ориентирована, рынок небольшой, так, знаете, как бы, у нас страна еще меньше, чем Румыния. Я не Румынию идеализирую. Нет, я не... Прекрасно видно дыры там, и у Румынии нас. Просто, просто да, у нас ситуация немножко хуже, на мой взгляд, да, ну, маленькая страна, маленький рынок. Ясно, что сумасшедших инвестиций у нас быть не может. Приходит любой человек, его интересует получение отдачи от своих вложений, да, где он это продаст. Он вынужден будет везти или в Румынию, или в Украину, или в Россию и так далее. Плюс, из-за наших проблем, когда мы 20 лет не можем определиться, кто мы, что мы, куда мы идем, и куда мы вступили, и куда мы не выступили, вот, существует такая проблема нестабильности, понимаете? Вот при коммунистах была какая-то стабильность. Вот почему их сейчас очень многие вспоминают как бы очень хорошо, да, не потому, что они любили Воронина, влюблены в Маркса, или разделяют коммунистическую идеологию. Боже мой, мы с тобой прекрасно знаем, что и в советское время никто коммунистической идеологией не болел, да? Да, на комсомольском собрании комсомольский значок пришел домой, покрестился и сказал, в праге кап умел. Просто коммунист Воронин сделал как бы некое элементарное небольшое наведение порядка. Он навел порядок немножко в налогов, в том, в том, в том. Люди знали, есть одна власть, с этими я решаю вопросы. Это как бы была какая-то стабильность. Сейчас, к сожалению, у нас правит коалиционное правительство. В коалиции мы работать, к сожалению, не научились. Ты помнишь великолепно ту попытку, которую делал Альянс за реформы и демократии, да? В чем это закончилось? Приходом диктатора. Вот, на мой взгляд, сегодня, да, к сожалению, Молдова опять больна диктатором. Она не может разродиться. Опять нужен царь. Валера. Валера. Опять нужен царь. Переходим в наше прошлое. Журнал Кипаруш. Последняя страница. Что там было? Да уже забыл. А он издается еще? Карикатура? Нет, я думаю, что нет. Там была карикатура, которая выходила из номера в номер. И там было написано Витчини. А, ну да. Первая картинка. Какие пакости они друг другу делают? Да, да, да. Это я помню. Это вот как раз о всех коалициях, которые создавались. Пальцев не хватит. Кстати. Пальцев не хватит. Вот мне кажется, та картинка за все эти годы, что была советская власть. Кстати, Сережа, об этом говорят и в России, и в Украине. Даже министр обороны Украины, по-моему, выступал с Лагалом, что зависть украинцев это огромный движитель и так далее. Насчет Кипаруша, хороший журнал, кстати, у меня там работали друзья, и была такая забавная история. Один из них поехал в командировку и решил написать филитон. А тогда была тема расхитителей и так далее. И вот он, значит, сочинил этот филитон так, по телефону, да, позвонил, слушай, у тебя там что-нибудь есть? Говорит, да, вот был товарищеский суд, осудили трех людей, которые там расхитили сахар на каком-то складе и так далее. Ну и он решил это все дело оживить, поместил их всех в баню, где они договариваются, как будут похищать сахар. И вот, значит, самое филитон был опубликован, все нормально, но через два дня его вызывает редактор, знаешь, говорит, большая проблема. А что случилось? Говорит, ты знаешь, ты вот тут указал три фамилии, да, людей, которые сидели в бане, как ты придумал, и расхищали сахар, но один из них женщина. Вот теперь ее муж бьет и спрашивает, его не интересует сахар, почему она ходит с ним в бане? Вот тоже правильно. Вот пришлось делать опровержение, объясняться, не менять, не разбаваться. Ну понятно, я представляю, в то время еще объяснение писать, делать опровержение. Тогда продолжим тему все-таки. Вот мы начали говорить, я провел аналогию, я думаю, ты согласен со мной, что я сейчас сказал. Договориться никогда не смогут в Молдове. Это проблема Молдовы с древних времен. Наверное, это надо. С древних времен. Но все равно все равно. Бояре имели свое мнение. Ну, фонариоты, все это было, конечно. Это все было, но почему все возвращается со времени? То же самое. Когда наблюдаешь со стороны, да, и вот некоторые у нас ведущие политики говорят, ну что эти журналисты, масс-медиа, а они же тоже как проститутки, купили. Вы знаете, сколько этих обвинений. Нормально, да. Одного, второго, третьего проститутки купили и так далее, и так далее. И говорят те люди, которые покупают, которые не умудряются носиться от коммунистической партии начала своей деятельности вплоть до всех партий, которые есть. Когда говорят, вот один пришел, значит, коммунистическая партия говорит, предатель, князь Гведон, предатель, там господарь Лупу и перечисления. Вопрос, откуда они появились? Сереж, в... Так уже в ранг достоинства это как-то... Мы тут взялись, называют, оглядываться на соседней Румынии. В соседней Румынии были списки, до 2008 года были выборы по противным спискам. Да. И вот с 2008 года решили делать по мажоритарным укорам. То есть там человек идет по мажоритарным укорам. И так посчитали. Да, посчитали, да. Что оказывается, из 300 депутатов четверть перебегала. А один там, по-моему, изъяс, даже умудрился 4 раза это сделать за 3 года. Это в Румынии? Это в Румынии. Нормально. У нас идут тоже люди по противным спискам. Это как-то еще ограничивает немножко, но все равно перебегает. Я думаю, что сегодня есть такая задумка у наших молдавских политиков все-таки сделать это, провести такую реформу и у нас. Почему? Потому что с такими депутатами легче работать. Понимаешь? Создавать коалиции. Вот в Румынском Парламе сколько было коалиции уже? Третья или четвертая там. Да, валятся они постоянно. Да, валятся постоянно. Но таким образом они учатся. Они учатся работать в коалиции. Рано или поздно к чему-то придут. А у нас что? Да. У нас будет то же самое. Даже если собрать 9 беременных женщин, ребенок не рожается через месяц. То есть надо будет... Это процесс. Его можно ускорить, но можно, как вы знаете, растение, тащить, чтобы надо быстрее и выдернуть коалиции. Ну, Лера, можно понять так, что они должны в Конституции узаконить право перехода из одной партии в другую по желанию. Да, Сереж, а ведь небольшая проблема. Знаешь почему? Народ, глядя на это, он нас умный народ, не такой уж глупый, как считает наша политика. Он плюнул на все, махнул рукой и съехал. И выживает. И выживает. Вот сегодня был у нас начался съезд диаспоры. Приехали все кормильцы. Те, кто содержит нашу страну. И какими новостями нас встретили их? Сказали, знаете, что? Новости какие? И свежие, и горячие, и тортасы. Да, да, да. Но новости, новости какие? Встретили новостями. Знаете, говорит, а мы сейчас проведем инспекцию по селам, да, и выясним. Старики, которые получали доплаты там, и имели какие-то льготы на какие-то там отопления и так далее, и так далее. Если у них кто-то там работает за рубежом, да, мы их лишим этого дела. Первый привет. Второй привет. Кто это сказал? Ну, это наше министерство социального обеспечения. Да. Второй момент, да, второй момент, вторая радость для гастарбайтеров. Ну, все нормально, выступали наши лидеры, все было вроде хорошо, но возник спор опять. Наш извечный молдавский спор. Кто мы, молдаване или румыне? Да. Вот. Встал там глава диаспоры из Украины и начал говорить, что вы здесь делаете? Мы там пока работаем, содержим страну, а вы здесь ее продаете в Среднем государстве. Одни принялись хлопать, другие принялись свистеть. Понятно, в нашем возделенном обществе так. Понимаете, мы заняты вот этими проблемами, да. Проблемы, Сереж, создали нам эти политики. Ты видел когда-нибудь, чтобы на улице дрались двое людей у нас, да, по поводу того, кто они, румыне или молдаване, да? Я не видел. Я не видел, чтобы подрался человек из Приднестровья, приехавший в Кишинев или человек из Кишинева, приехавший в Тирасполь, его там отлупили. Если разве что он приедет с каким-то плакатом, да, и начнет нам качать права, да, он может получить. Я думаю, что госпожа Павличенко сидела на этом месте, она рассказывала, что в Румыне 500 долларов пенсии и так далее. Ну, минимальные заработные платы, не пенсии, заработные платы, все окей. Знаешь, Сереж, извини, по поводу госпожи Павличенко. Знаешь, я тоже был как-то наивным студентом, когда я попал первый раз за границу, да, вот первая моя поездка, помню, была Венгрия, да, я вот такими глазами смотрел, в магазинах все есть, да, Венгрия была тогда в 86-й год, да, в Венгрии, в магазине, все есть, боже мой, все, Рядом со мной был опытный журналист из Узбекистана, он был пожилой, да, и он сказал, старик, рот закрой, давай поговорим с ними и спросим о зарплате, и мы спросили о зарплате, и мы вдруг увидели, что изобилие в магазинах от того, что люди не могут ничего купить, если бы Брежнев сделал колбасу по 100 рублей, и Жигули по 50 тысяч, или по 30-40 тысяч рублей, да, они бы стояли, Сереж, в магазине, и никто бы их не покупал, вот вопрос в чем, Валер, понимаешь, в чем дело, ностальгия о прошлых годах, да, старшего поколения, даже я отношу все-таки кому за 50, мы помним, хорошее, плохое, я вспоминаю хорошее, почему-то, даже если было тяжело, да, не было изобилия, да, была уверенность просто в завтрашней модели, да, мы слыхали, что комитет государственной безопасности следит за порядком везде, ну, потому что на каждом, допустим, факультете, в университете, да, я не говорю уже уровень выше, были добровольцы, понимаете, как там, некоторые писали по 5, по 6 раз, но сейчас тоже время, у нас стареющее население, стареющее, об этом, это признают все, ведь, то изобилие, которое у нас есть в супермаркетах, сейчас не могут позволить себе большинство граждан, мы же в таком же положении, Сереж, что такое реформа, это желание сделать лучше, так, наша страна 20 лет живет в реформах, был отправной пункт, а, 89-й год, сказали, так жить нельзя, собрали митинг, назвали его великим национальным собранием, хотя, я, честно говоря, к этому отношусь очень критически, потому что 30 тысяч собравшихся на площади не могут уторшать мою судьбу, нет такого механизма, ни в каком законе, 150, если повлия, были товарищи, которые сейчас ходят по площади, они говорили, что там и 3 миллиона, поросят, поросят приписали, и всех там, но суть не в этом, собрали митинг, сказали, так жить нельзя, ну нормально, пошли реформы, с тех пор 20 лет у нас идут реформы, спрашивается, в 89-м году у нас был ВВП на уровне, там, на душу населения около 2000 долларов, мы на этот уровень не можем выйти 20 лет, спрашивается, ребят, реформы зачем, реформа это изменение к лучшему, у нас изменения идут в другую сторону, это одна сторона медали, конечно, можно сегодня говорить очень много о наших гастарбайтерах, которые задержат нашу страну, но мы там не видим еще одной очень детали, что ты делал в советское время, когда в 6 часов наступало, ты заканчивал работу, и как и я, наверное, и думал, когда ты пойдешь с женой, с детьми, как ты проведешь свое время, ты мог сходить в театр, в кино, тебе это позволяло, может у нас не было Роллс-Ройса, Ягуара, или так далее, может у нас не было там фирмы, но у людей был нормальный достаток, то есть люди ели и люди развивались, понимаешь, человек может развиваться тогда, когда он незабочен постоянно мыслями о том, что завтра он будет кушать, да, вот, что сейчас мы думаем после 6 часов вечера, где еще заработать денег, о чем мы сегодня говорим, встречается везде, где заработать денег, какие придут счета, будет ли завтра работа, у человека только эти мысли, какой там театр, какие там развлечения, мысли о развлечениях, да, какой жемчуг мелкий там, или какой Бентли, или Ягуар купить, у узкого круга лиц, у остальных вот эти мысли. Второй момент, самый страшный момент, о котором наши журналисты не пишут, и, к сожалению, наша пресса не пишет, половина нашего населения в Евросоюзе работает, скажем так, работает не на самых престижных работах, они работают не в Европейском аэрокосмическом агентстве, и не в эти самые, они подметают, подмывают, убирают, и так далее, и так далее, и молчат в тряпочку, вот. Другая половина работает в России, да, то же самое, строит там Подмосковье, обманывает их, и так далее, и так далее. Семьи разделены, жена там, муж там. Что такое самая главная ценность для человека? Здоровье, любовь, семья, дети. Когда приезжают два человека, один оттуда, другая, они обнаружат, что они чужие, они ложатся ночью, и думают, с кем она там спала четыре года, она думает, с кем он спал четыре года. Дети, которые жили, выросли с бабушкой, это наши родители. Или фильм, или фильм «Аривидерчи». Вот об этом, о том, о том, да, вот Жереги Валеры, Талантливый, гениальный фильм. Понимаешь, мы вдруг не обнаружили, что мы, оказывается, половину, больше половины нашего населения, да, у них разрушены моральные устои, у них разрушены то, что поколение за поколением накапливалось, да, за что уважали молдаван? Они страшно любили своих детей, балабычи, клака, построить дом, пришедшему с армии, воспитать детей, вырасти. Специально землю, на своем участке, мы помогали детям, детям. Сегодня этот институт разрушен до основания, да. Давайте скажем так, вот я сейчас читал недавно серию талантливых статей, написал Виктор Воскободни, который журналист, который поработал в Италии, да, и у нее там такая есть фраза, меня поражало, что наши женщины отдаются за зарядку мобильного телефона, за ужин в ресторане, и всегда рассказывают, что дома у них пьющий негодяй муж. И когда итальянцы спрашивают, а как же ты оставила своих детей на пьющего негодяя на три года? Проблема, проблема. И очень многие проблемы. Вот этого мы не замечаем, что мы, извини меня, выгнав из стороны людей, да, мы разрушили в этой стране то, на чем основывается на семье. Наши писатели об этом почему-то не пишут. Валер, Валер, понимаешь, в чем дело? У нас при Советском Союзе и противоборстве США в Холодной войне были две позиции четкие. Я как раз в тему твою сейчас скажу. Ты догадываешься, какая тема была схожа полностью по всем параметрам Америки и Советского Союза? Ну, подскажи. Именно в то, что ты сказал сейчас. В Советском Союзе она звучала. Семья это ячейка общества. В Америке это звучало. Семья превыше всего. На котором основывалось американское общество со своими ценностями. Вот здесь одинаковые они были. При всей той, при тех, при том ужасе противостояния, да, там накопление ядерных вооружений, гонка вооружений и так далее, и так далее. Но это понятно. Вот ты сейчас сказал, почему не пишут писатели? Почему не не поднимают тему журналистов? А я скажу, есть один журналист, ведь ты его знаешь, Александр Токарский, который побывал с нашими гастробайтерами, да, в России. И когда мы с ним разговариваем, он говорит, я напишу все это и пойдет. Написали, не хотел показать, как, ну, вот столько. Дальше почему-то не пошло. Я очень с интересом ждал, когда это пойдет. Он же там с ними был. Да, Сереж, я тебе еще скажу один момент. В 2002 году Лукоил заказал мне и моему коллеге Сергею Ткачу фильм о российско-молдавских отношениях. Мы долго думали, а что можно сказать? Ну что, опять тоннами, километрами, мерить там основной рынок сбыта, троллей, газ, нефть, наше историческое прошлое, все такое прочее. А потом вдруг подумали, а давай мы поговорим о людях, да, вот. Простые человеческие истории, да, кстати, была очень хорошая такая история, когда помогала Клара Лучко волонтиру. Мы тогда тоже этот сюжет, не удалось его полностью снять там из-за болезни волонтира, но вот хотели вот на этом сюжете выстроить фильм. Проехали в Москву, решили пообщаться в поезде, специально поехали в поезде. Пообщались с гастрабатерами, они с нами поговорили, вот тогда я почувствовал впервые этот нерв оголенный, да, вот когда едешь в поезде, уже выпили там по стачке вина. Человек должен выговорить. Я сказал, поставь там камеру, мы сидим, разговариваем с ними, камера снимает, они вдруг открылись, да, и они рассказали. Вот основной посыл, который они сделали вот в этом разговоре, черт возьми, ну где этот руководитель, да, который приедет, возьмет нам и скажет, дети, приезжайте домой и живите нормально, как раньше, как раньше. Почему этот посыл был, почему они коммунистов-то позвали в 2001 году? Им все это надоело. До ручки. Вот. И вот когда мы разговаривали с ними, они говорят, а вы приезжайте к нам там в Подмосковье, да, был послом Владимир Владимирович Суркан, очень такой хороший человек, говорит, Валер, да берите машину, поезжайте. Мы взяли машину у него, значит, поехали. Приехали туда и они нам говорят, ну, ребята, мы тогда в поезде разговорились, а сейчас, понимаешь, у нас будут проблемы, если вы нас снимете, проблемы есть с миграционной, то это не надо. А хотите, мы вам что-то покажем? Я говорю, ну, давай. Мы зажглись, они поехали, мы поехали на Рославское шоссе на так называемый невольничий рынок. Я знаю. Где таджиков, где всех, и наших соотечественников там продают пачками. Мне, честно говоря, мы поставили камеру, там нас снимали, и потом, честно говоря, мы с моим коллегой Сергеем посмотрели друг на друга, сказали, нет, мы это показывать не будем. Почему? Если представил ребенка, который увидит своего отца или жену, да, честно говоря, это очень такая болезненная тема, но мне кажется, наступило время, наверное, о ней говорить. Наверное, о ней говорить, что мы получили действительно, что происходит сегодня с страной. Может ли процветать страна, которая своих людей отправила из страны, да, вот как бы выгнала практически. А у нас каждый третий изгнан. Валера, беседуя здесь, в этой студии с представителями, те, что мне интересно, значит, всех слоев, да, политики, журналисты, аналитики, все не указывают имен. Это у нас такая сильная эфемида, это у нас превалирование закона. И вот сейчас ссылаясь на слова бедных гастарбайтеров, да, которые сказали, не снимай. А ведь черный воронок приезжал тогда при советской власти, правда? Сейчас несколько другая. Я не понял, что сейчас намного сложнее проблемы к тебе могут в любой момент прийти даже к тому же гастарбайтеру? Могут. Или к тому же политику, которая с трибуны вора не назовет, потому что тайна, покрытая мраком. Но главное, что все знают. Агент, все все знают. А я вам скажу, всем скажу на телевидении, у нас очень маленькая страна, что делается на севере, на юге знают в течение получаса. Поэтому, что скрывать? Если есть, что сказать? Что скрывать? Когда-то первый президент Молдовы, Мерча Снегуру, очень здорово пошутил, говорит, в нашей стране секреты живут минимум, это самое, минимум несколько секунд, ничего невозможно. Это была такая история, я не буду говорить фамилию журналиста, которого, он получил какую-то информацию из закрытого совещания Снегуру и выдал в эфир. И Снегуру ему позвонил, сказал так, вот передо мной стоят три участника совещания. Или ты мне говоришь, кто из них тебе рассказал, я тебе точно не говорил, я их увольняю, за то, что они не умеют язык держать за зубами. Ну и вот трудные он в ситуацию попал. Ну, конечно, в том выяснил, что Снегуру как-то шутил, он уже добродушный человек. Вот. И, ну, действительно, у нас секреты не живут очень долго, и все друг про друга все знают. Почему сказал А, не говоришь Б? Почему сказал А, не говоришь Б, ты знаешь, нет, с экрана бесстрашных. Нет, нет, подожди, с экрана бесстрашных. Вопрос вот в чем, значит, дело в том, что я работаю информационным агентством, которое распространяет свою информацию на весь мир. Когда ты распространяешь информацию на весь мир, а не в рамках одного села, есть большой риск, да, есть большой риск. Допустим, была такая история, я тебе ее в двух словах расскажу. Допустим, один наш журналист, еще на заре 90-х годов, очень неопытный, какой-то информацией повторил чье-то высказывание, что какой-то бизнесмен на Западе, да, жулик. На Западе принято. Жулик, это да, когда докажет суд. Он подал в суд наше агентство. Это нам обошлось в пару миллионов долларов судебной тяжбы. Поэтому у нас, как и у дипломатов, есть такое выражение, слово не воробей. Поймают, вылетишь. Понимаешь? Поэтому в Витар-Тас существует такое правило. Если, извини меня, у тебя есть фактура и доказательства, говоришь, нет фактуры и доказательства, молчишь. Тут такая ситуация. Ну, что толку, что наши политики выходят на трибуны и обзывают... Громкие заявления должны быть подтверждены чем-либо. Обзывают друг друга, да, говорят вещи космического масштаба, космической же глупости, потом выходят, идут, пьют кофе, нормально, как мы с тобой здесь отыграли спектакль и ушли, да? Я это видел. Да. Нормально, да? Да, нормально. Ну, вот, от этого берется недоверие. Подождите, ребята, если вы серьезные люди, да, и проявляете такое, ну, здрасте, как говорится, вот, как говорил товарищ Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. Почему же он тогда сидит... Валерий, значит, мы можем констатировать из всего вышесказанного, что наша элита политическая существует сама по себе, где-то далеко, да? Ну, по-зацу. А вот народ, он живет сам по себе. Сережа, что ты? Все для народа, в любое время года. Это я слышу везде. Все, все делает наши политики только для народа. Они приходят на выборы. И что они говорят? Они же не говорят, что мы сейчас пойдем в парламент, делать коалицию, требовать себе посты, места и так далее. Они говорят, мы пришли дать вам благосостояние, волю, и так далее. И по-моему, когда состоялось первое великое национальное собрание, и там очень горячо люди выступали, обещали, очень много, хотя, знаешь, я, честно говоря, тогда был журналистом, пишущим на экономические темы, политику меня потом же бросили, как бы, против моего желания. И я, когда люди выступали с трибуны, они говорили, мы выйдем из состава ОЗР, мы там объявим экономическую самостоятельность, мы объявим там свое право на заводы и фабрики. Я был журналист, который писал на экономические темы. Я понимал, что это значит. Вот то, что красивые благие пожелания, они звучали так, мы лишим вам пенсии и зарплат, мы остановим заводы и так далее. Толпа кричала, браво, Виктория и так далее, и так далее. А после этого все танцевали, помнишь, да? Все танцевали. И вот с тех пор 20 лет ни одно поколение политиков обещает все это исправить, но уже танцевать никому не хочется. Знаешь, вот парадокс. А я напомню, и тебе, и нашим зрителям, буквально разговор недавно, стоят наши жители, молдаванин, русский, межнациональное общение с нашим акцентом, где окончание на молдавском месе всегда кричешьте, молчешьте, куда идешьте. Они, значит, решают, говорят, ты знаешь, в Европе кризис. А я с вами наблюдаю за этим. Тот говорит, а что мне кризис? Говорит, я как всю жизнь был в кризисе, я из него и не вышел. Народная мола. Чем решили напугать? Да, решили напугать кризисом наших людей. Кстати, наших людей в селе кризисом не напугаешь, у нас действительно сельское хозяйство превратилось из высокоиндустриального сельского хозяйства, высокоиндустриальное было, оно было очень эффективное, к чему стремился страшно Боди, он строил эти огромные сады и животномоческие комплексы. За что ему спасибо? Да, за что ему спасибо, но, к сожалению, меня его наследием разрушили. И еще, он озеленел очень хорошо молдой. Он хотел добиться, чтобы сельское хозяйство производило продукцию по очень низкой цене, высокоэффективной, для того, чтобы она была рыночно-конкурентной. Скажи, чтобы Боди был не рыночник. К сожалению, а мы что сейчас сделали? У нас сегодня такие натуральные хозяйства, наши фермеры кто такие? Это нормальные такие аграрии, фермеры, так мы их называем. Человек, который создал небольшое хозяйство. Там работают люди, сколько он им платит, никто не знает. Какая у него урожайность, тоже никто не знает. Как у него движется там дело, тоже это тайна за семью секретами. Правительство знает, что там не все хорошо. Вот и поэтому и наши аграрии, когда кричат, мы там правительство покажем, доезжает до асфальта, а потом говорят, ну солярку кто-то даст, приехать в Кишневу. Не дают, ну и поехали обратно. Почему? Потому что это такое натуральное хозяйство, которое в принципе по большому счету мало кому нужно. Ну вот я говорю, то что я тебе сказал в начале передачи, мы оказались в этих клещах. Потому что ясно, что любому человеку, получившему какую-то сумму, взявшему кредит, дешевле поехать в Турцию, купить три машины с картошкой и привезти их сюда продать, или с огурцами, или с помидорами. Чем их произвести? Получается дорога с односторонним движением. просто я говорю, вот сегодня, нет, сегодня самое интересное, что очень многие кричат, да, вот, все, вот ассоциация с ЕС, ура, ура, я не противник ЕС, боже мой, да что, разве я, я идиот, и не хочу, чтобы мы все ездили в Европейский Союз без этих унизительных виз, взяток, каким-то там, людям там, оформлений и так далее, и так далее, да, вот как бы, вот. Хочется, очень хочется, но ведь мало, очень много людей понимает, что то же соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, да, оно окончательно убьет даже то, что есть сегодня, вот это фермерское хозяйство, почему? Потому что оно не только нам позволяет экспортировать, но позволяет импортировать, все уравнивается. Вчера только говорили на эту тему с господином Шеллином. Да, это первое, да, второе, все это разложится по полочкам, ясно, что и все понимают великолепно, что убьет, и все окончательно убьет, да, но тем не менее все это делают. Я иногда как бы задаюсь мыслью, ну, черт возьми, не враги же мы сами себе, да, но потом я просто понимаю одну простую вещь. Как ты сказал, действительно, политика отдельная, люди отдельно. Почему? Почему политикам выгодно иметь дело с Европейским Союзом? Они дают деньги. Деньги поступают не народу, а политикам. Распил происходит там. Это уже, да, Валерий. Это, нет, подожди, вот это квинтэссенция экономическая. Идет, да, распил происходит там. Там распределяются деньги, там они идут куда-то, что-то куда-то девается. ты берешь пополам. Да, подожди, подожди. Дальше что делается? А дальше делается очень красивый фокус, который ты знаешь, ты, наверное, насколько я знаю, ты тоже финансами занимался. Самый классный фокус. Человек, получивший деньги, вешает отдачу тех денег на кого? На другого человека, на народ. Понимаешь? И это очень выгодно, потому что, если сегодня говорить о подъеме страны, о экономическом развитии страны, нужно говорить о производстве, нужно организовывать производство, нужно пахать, работать, нужно искать рынки сбыта, нужно шевелиться. А так очень просто, понимаешь? Я пришел, получил, и ты думаешь, те, кто дает деньги, этого не знают, великолепно знают. Валерий, нонсенс. Кто бы к нам не пришел с инвестициями, давай поставим друг друга, ты имеешь свои лишние 100 миллионов долларов, ты занимаешься микроэлектроникой, ты приезжаешь сюда, тебя заманивают, приезжаешь к Кишиневу, говорят, вот Мизо, база есть, там по сей день оборудование в подземных цехах есть. Говорят, приобретай, ты говоришь, проведя ревизию, аудит, так далее, дай свою мысль. Ты посмотрел, сказал, ребят, я вкладываю 100 миллионов, только не назначайте мне цены, сделайте мне 0 долларов, и я подниму здесь, да, производство интегральных схем, микросхем, так далее, так далее. И самое интересное, вопрос в чем, в чем, куда их продавать, Сергей? Нет, подожди, я этого тоже коснулся, как раз именно, я не договорил до конца, да, а у нас сразу обрубают, говорят, нет, будет нулевая, смотря на меня, Валерий, будет нулевая, а здесь будет от вас, тогда мы вам это даем. Поворачивается и говорит, до свидания, а теперь насчет продажи. Там, где Мизон, да, у нас находятся шахты, где добывали графит, основа производства микросхем. все рядом находится, не знал, да? Нет, я даже в студенческие годы, пару лет работал на Мизоне. Вот, даже интересно. Да, я знаю, там делали, знаешь, как-то недавно приезжали финские журналисты, попросили меня устроить им встречу с студентами политеха. Они хотели посмотреть, чем дышит молдавская молодежь, и так далее, и так далее. Ну и они были ошарашены, когда молодые студенты политеха вдруг им сказали, вы знаете, говорит, да, говорит, вот у вас завод там, показали на Мизон, они говорят, да, это завод производил ядерные боеголовки, они нам не нужны. Да, да, и все нормально. Фильмы на меня так посмотрели, перепуганно, говорят, скажи, что серьезно? Я говорю, да нет, говорю, обыкновенные микросхемы, чипы производили, да, для оборонной промышленности, но их можно было, в любой процессор, в любой компьютер, и все нормально было бы. Это не проблема. Вопрос в том, что, конечно, это, вот эти все предприятия огромные, они без рынка бывшего СССР не могли существовать. Они были завязаны на тот рынок, они были завязаны на тупо. Кстати, я говорю, что тогда был разговор, и когда был премьером друг, был разговор, в Зеленограде не хотели строить такое же производство, россияне, да, они предлагали, давайте, мы оставим это производство, будем платить налоги, нормально, но единственное с условием, это секретное производство, туда нельзя лезть. Вот, ты спросил, куда реализовываем? Да, да. Смотри, Валерий, сегодняшний день, последние новости экономические у нас. Сережа, секундочку, я тебе скажу, знаешь, я просто не закончил, извини. Знаешь, где наши все золотые головы с Мизона в 90-е годы куда делись? Или уехали. Они уехали. Или уехали. То в Зеленоград, а кто в соседнюю Румынию. Вот, и там работали, на каких-то там еще одна проблема, здесь, конечно, очень большая такая проблема. Как-то тоже зарубежные журналисты сами приезжали, и часто бывает, они когда приезжают, всегда обращаются, просят что-то рассказать, что-то показать, и так далее, и так далее. Коллеги, я у них бываю, они у меня. И они были ошарашены, когда они поговорили на рынке с человеком, на Мизоне, кстати, этот рынок вещевой. Они зашли, чтобы построить это предприятие Мизоновское, и они вдруг увидели один из людей поздоровался, бывший инженер, классный, кстати, инженер, он мне японский магнитофон с Sony автомобильный починил. Закрытыми глазами. Закрытыми глазами. Я был ошарашен. Японская техника, он меня разобрал, починился, сделал, все работало. И это еще в 80-е годы. И он увидел меня, поздоровался, привет, старик, что вы здесь снимаете, и так далее. Они говорят, а можно с ним поговорить? Ну, давайте поговорим. Вы кто? Я инженер. А вот вы торгуете тряпками. Ну, да, а что делать? Надо как-то выживать. А сколько вы здесь имеете? Ну, да, долларов 400, что было неплохо в начале 90-х. Да, долларов 400 в месяц. Скажите, а если вам поставили бы зарплату в 100 долларов, вы на завод пошли бы? Пошел. Они вышли и спрашивали меня, слушай, мы ничего не можем понять, у вас странные люди. Я говорю, ты можешь понять, что он на заводе был человеком. Уважаемым человеком. Жил. Ему плевать было, что он, может, получал меньше, но он был там человеком. Он не торговал барахлом. Валера, он был нужен. Да, ты посмотри на его глаза, у него потухший взгляд, понимаешь? Да, зачастую бывает так, что человек много зарабатывает, но не живет. Понимаешь? Но не живет. Поверь мне, давай скажем так, если бы Королев, Курчатов, Ванников, Устинов, я не знаю, другие, руководствовались бы как бы психологией наших топ-менеджеров нынешних, то они должны были нержавейку продать в Китае и смыться куда-нибудь на Канары, да? А не запустить Гагарина в космос. Согласись, когда Гитлер узнал, что четыре наркома, да, Косыгин, Ванников и Устинов отправляли по полторы тысячи поездов без всяких компьютерных программ и без ничего и перевезли за три месяца всю промышленность и запустили ее через два месяца и пошли новые танки и немцы не понимали, откуда он сказал, вот это топ-менеджеры. Осторожнее с танками. А когда у нас, за вами следят. А когда у нас, извини меня, называют топ-менеджерами человека, извини меня, ну, скажем так, утащившего, что плохо лежало, извиняешь, то меня как-то это коробит. Вот это были топ-менеджеры, понимаешь? И у них была несколько другая психология. Я этих людей застал. Кстати, одним из последних магикан здесь был царство ему небесное Владислав Григорьевич Кутыркин, председатель Госплана, многолетний, да, который консультировал многих наших премьеров и так далее, и так далее. Это был действительно человек с большой буквы, который... Вот сейчас бы его в Евросоюз, он бы навел порядок. Да, нет, ну почему? В Евросоюз. Нет, я говорю, а что Евросоюз? Для меня тоже планирование и финансовая политика. Абсолютно. Советский Союз просто взяли... Абсолютно, потому что экономически Молдовой руководил этот человек, а не партийные бомбы, которые... И хорошо руководили. Так я продолжу насчет туда. Куда реализовывать даже продукцию? Мы с тобой пофантазировали, да, если бы взяли производство микросхем. Сегодняшние новости. Фирма Ленова китайская. Китайская фирма по производству компьютеров. А переделав все ведущие компании мира по производству. Я почему это говорю? Ведь китайцы не дурачки. Тысячелетняя история. Они засылают разведчиков. Вот они обхаживали... Слушай, обхаживали тех людей, которые здесь еще остались с тех времен. Планы просматривали Мизона, его возможные мощности, ну и т.д. и т.п. Для чего? У них план был очень простой. Их оборудование. Они приводят в порядок данный завод. Цифра покупки их не интересует. Плюс чемодан. Они даже это посчитали. но ввести сюда их рабочих на официальной основе. Но ведущий персонал должен был быть привлеченный. Или стран Восточной Европы в основном. Или с запада. Но это уже ведущие должны были быть инженера, конструктора и так далее. Это было. Но заглохло. Время покажет, чем это закончится история. Потому что там насчет владельцев и так далее и так далее там много вопросов. Но это было. Китай это бездонная дыра, куда уйдет все. Но Китай сейчас по производству микросхем, чипов и так далее занимает одно из ведущих мест в мире. Значит, знает, где реализовывать. Да, качество то еще. Мы знаем прекрасно. Начиная с игрушек. Ну почему? Некоторые вещи не уже не имеют. Нет, некоторые. Фирма Lenovo она знаменитая. Сама по себе Lenovo. Все впереди. А теперь мы возвращаемся на нашу грешную землю Молдовы. Да простят мне наши зрители. Вопрос, касающийся нас обоих. Что такое сообщество тележурналистов, журналистов и правильное ли обвинение лидеров тех или иных политических формирований о контроле средств массовой информации одним из людей находящихся у власти и контроль полностью за всей информационной базой получаемой в республике Молдова. Поясню, почему я тебя спрашиваю. И Тартас Молдова глава. Значит, независим где это. Давай скажем так. Я зарплату получаю не в Молдове, потому что я чуть-чуть более свободен. Ты не слышал. Чуть-чуть более. Значит, независим где это. Нет, независимость понятия такое. Ну, это как мы сами воспринимаем. Знаешь, Сереж, я вот недавно вечером идет хороший сериал Чкалов, да, хотелось посмотреть, как снимает новое поколение фильмы о великих, так сказать, о великих летчиках и так далее той эпохи. И вот после Чкалова вдруг неожиданно включились новости одного из каналов, значит, самое. Мы с женой сидели, смотрели, да, и, кстати, это не исключение, не только этот канал, его не буду называть, чтобы не обвинили в том, что я делаю рекламу. Значит, первая новость. В Молдове поймали, в медицинском сфере поймали педофила. Вторая новость. Из Турции доставлен убийца, значит, вот, еловенский маньяк. Но, по-моему, он не маньяк, но, что был другой маньяк. Эта полиция сама не знает, какой маньяк. Третья новость, вот это, что гастробайтеры будут чухать по поводу, есть у них кто-то работает или нет, платит. Ночи страна. Не скучно вам ночи. Спите спокойно. Спите спокойно. Представляете, вот человек, посмотрев эти новости, какой он вывод должен сделать? Застрелиться. Или пойти застрелить того, кто эти новости заказывает. Зачем это делается? У нас высокое количество сотрудников. Я хочу спросить людей, которые сегодня руководят альянсом. Вы сегодня говорите с высоких парламентских трибун о том, что вы правильно руководите и что делаются в стране великие дела. Где они? На телевидении. Даже на телевидении. Какой канал не включишь? Ведра помоев. Вот даже меня недавно кто-то обвинял в парламенте, что он ходит по всем каналам, а нас говорит плохо. Ребята, да ваши телеканалы, которые вы контролируете, говорят о вас плохо постоянно. Если это сводка новостей, простите меня, которая должна успокоить человека, что в Багдаде все спокойно, то я не знаю. Значит, что? Хорошая аналогия. В Багдаде все спокойно. Нет, поймите, неправильно, но ведь нормально в этой стране наверное не только убивают, не только это делают, наверное в этой стране и происходят другие дела. Валерий, ты сейчас сказал красиво. Это ты из фирмы сказал Багдаде все спокойно? Я сразу у меня аналогия страна. Да. Ну вот, наверное, что у нас какие-то делают положительные вещи. Что-то строит, что-то делает, кто-то что-то там придумал, кто-то что-то сделал, кто-то что-то, допустим, строится уже на какие-то дороге. Так журналистика у нас на что направлена? На что ее направляют? Скандалы? Нет, не скандалы, Сергей, тут другая ситуация. Значит, тот, кто руководит информационной политикой в нашем государстве, люди, которые руководят, хотят именно такого состояния общества. Напряжение? Чтобы человек засыпал, да, утром просыпался и говорил, черт возьми, люлек, ну это, помнишь, все пропало, все пропало, клиент уходит, да, нет, не ценишь, он есть, а давайте это самое, так дальше жить нельзя. Вот то же самое было в эпоху перестройки, когда Горбачев, да, то корреспондентам за рубежом давали указания, да, на западе, да, идите, ищите там помойные ямы, показывайте, как плохо жить, ищите этих негров, несчастных, да, а потом вдруг сказали, не, не, все, показывайте биржи, значит, люксы магазинов и так далее, ведь любую жизнь можно показать с двух сторон, да, можно приехать в Кишинев и показать, найти злачные, хорошие места, красивые офисы, банков и так далее, показать, что здесь цивилизованная жизнь, и можно пойти с другой стороны ее показать, отъехать в какое-то село и показать другую жизнь, да, спрашивайте, почему мы сегодня по телевидению, все телеканалы показывают, даже те, которые контролируют власть, показывают, что все плохо, спрашивайте, зачем, кому это нужно? Это не мне вопрос, я думаю, кто смотрит сейчас эту передачу, задумайтесь люди, зачем это делать? Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно, ну, будем смотреть, чем это закончится, допустим, мы с тобой знаем, чем это закончится, пусть люди тоже думают и думают, почему им показывают только одну чернуху. Валерий, вот сейчас ты мне рассказал, я задумался, думаю, слава тебе, Господи, что сегодня жизнь как-то еще есть, а вот сейчас выйду на улицу и там что-то не так. Не, ну, согласись, вдруг опять нападет маньяк. Я тебе набор новостей, да, от которых бабушке не хочется выходить на улицу, а кому-то жить не хочется. Но наши бабушки, самые бесстрашные бабушки в мире, они выйдут при любой погоде и всегда спросят незнакомца, что он делает в этом погоде. самый большой подвиг наших бабушек это то, как они выживают на эти деньги, которые платит государство. Вот это да, вот это, знаете, а знаете, самое интересное, что многие из них даже помогают своим детям, умудряются, это вообще для меня, понимаете. Меня коробят, когда говорят в личной беседе старые люди, оправдывая сегодняшнее положение, говорят, а вот была голодовка, было еще хуже. Это звучит, ну, 70-80 лет людям они это прожили. Сереж, они мудрые люди, действительно, говорят правильные вещи, потому что, почему? Действительно, были времена и похуже. Но ты понимаешь, как в песне Усоцкого, было время и цены снижали. После войны жизнь с каждым годом становилась лучше, лучше, лучше. Пусть она медленно становилась, но лучше, лучше, лучше. Экономика Молдовы выросла после войны в 50 раз. За годы 20 лет, за эти 20 лет, которые мы независимы, без вины, без войны, она упала ниже того уровня, который был. Вот что людей беспокоит. Они говорят, черт возьми, ну, туда была война, ну, туда было понятно, разруха, война, голод, несуразица, сталинские репрессии, ну, как бы все было. Вот, все пережили. Казалось бы, ну, все, а самое обидное, знаешь, что для меня? Ведь тогда очень многие люди, отказав себе в самом немногом, в самом, как бы, в самом таком насущном, да, они положили все на том, чтобы все это выстроить, да, и вдруг выяснилось через, вот, в 90-м году под крики о красивой жизни, вдруг выяснилось, что все это разрушено до основания, да, вот, ну, посмотрите, в любое село приедете, вы увидите там разрушенную ферму, все разрушено, все, все, все вот так вот, значит, и вы увидите там разбежавшихся людей, да, и эти люди спрашивают, черт возьми, а за что мы тогда страдали, да, и вдруг выяснилось, что самые лакомые куски экономики под шум выяснения, кто мы, молдаване или румыне, на каком языке, кто лучше, пренестровцы, с левый берег или правый берег, да, когда все вернулись с этой войны, выяснилось, что оказывается, оказывается, уже все поделили, какая-то кучка ловких людей, передвинув какие-то бумажки, оказалось хозяином всего, всем пообещали дивиденды, помните ваучеры, да, всем сказали, самое интересное, что ладно, Чубайс там этих россиян обманул за бутылку водки, хоть бутылку водки, мы же еще заплатили за оформление обмана, нашего обмана, да, вот как бы, значит, нас обманули, дали эти вот все, мы еще за них заплатили и получили что? Фигуру из трех букв, да? Так МММ значит мелкий, фраерка, говорят, по сравнению с тем, что у нас с дивидендами, понимаете, Сереж, человеческая, как бы, натура, она неистребима, человек все равно захочет заработать даром, знаешь, как бы, ну это понятно, великая песня из кинофильма Буратино, для дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь, вот, ну верят же многие, да, вот сегодня, да, многие же верят, что немцы, французы, они ночами не спят, вот они утром встают и сразу мысляют, как молдавский народ, и экран не лезет в горло, и не льется в рот компот, понимаешь, вот как вырастет из молдаван себе конкурентов, как инвестировать, поднять их, посоветовать, и никто не замечает, что благодаря этим советам мы как бы дошли до ручки, да, вот, и превратились, тогда Валерий вопрос, в низкообслуживающий персонал. Экономически, возвращаемся к твоему началу твоей карьеры, да, когда ты ввел уже экономику, чем ты объяснишь несоответствие цен в Европе и в Молдове, поясню. Почему несоответствие? Нет, не одинаково. Нет, объясню. Да нет, доходы у нас раз. По 80 позициям продовольственных товаров, будем говорить, в новом флоте, там, вещевых, продовольственных, промышленных, у нас минимально, минимально 40% стоимость выше, чем в Европе. Я могу утверждать, потому что я там провожу много времени. Ну да, 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 да. Чем это можно объяснить? Вот твой взгляд. Мне интересен вопрос. Твое понимание, почему это происходит? Ну, знаешь, я не большой экономист и не могу, как бы, так вот... А у нас тоже сейчас смотрят не экономисты. Да, я очень просто для людей объясню. Понимаете, наша экономика, это, как бы, получился такой большой рынок. Когда гастробайтеры съехали, они посылают деньги. В моем понимании, государство этих людей обманывает трижды. Первое. Ну, давайте так. Вот, допустим, в 2003 году я делал ремонт. Я покупал на 100 долларов одну тонну, на 50 долларов одну тонну цемента. Сейчас я покупаю, плачу за ту же тонну цемента в три раза больше. Он подорожал в три раза. Тогда доллар был 14 лень, сейчас он 12 почему-то. То есть, я так понимаю, что мы с каждого доллара гастробайтера какую-то сумму ставим в карман, наше государство. С этой суммы берет государство, что-то бросает чуть-чуть, бюджет, платит крестьянин и очень счастлив. Хотя этот бедный старик или бюджетник, он не понимает, что эти деньги взяты у его родственника, который послал эти деньги. Когда он идет уже в обменную кассу, и вы уже обманули. Второй момент. Наша экономика. Это в Кишиневе несколько небольших городов, где умные люди выстроили, что у нас больше всего строится? Заводы, фабрики, фермы. У нас больше строятся торговые центры. В торговых центрах люди завозят, потому что нужно как-то это население кормить, которое получает деньги из рубежа. Два-три миллиарда, вот мы кричим инвестициях. Дайте нам инвестиции. Слушайте, два-три миллиарда ежегодно вкачивается налом в страну. Почему правительство за 20 лет не придумывало механизма, как эти деньги запустить в реальный сектор экономики? Они изъять знают как. Дальше, дальше. Они научились изымать. А как они научились изымать? Они построили им супермаркеты вместо бывших заводов. Завод компьютера. Фуршет. Да. Счастье продовольственное, да, Эверест называется, да? Нет, Фуршет. А, вы тоже, да. Да, завод Мизон, это Фуршет. А, как? Завод компьютерный, Эверест. Китайцы. Китайцы, да. Они еще расширятся будут. Рай, потребительский рай. Мы идем туда, покупаем китайские товары. Великое счастье, да. Кто-то эти товары завозит. Кто-то эти товары продает. Кто-то имеет на нем ценообразование товара. А ценообразование очень простое. Вы знаете, я иногда, бывает так, попадаю к друзьям или так далее, которые говорят, Старик, ну, я тебя люблю, и я тебе сделаю скидку на какой-нибудь товар, да, вот там, 50%. А я иногда думаю, черт возьми, если он мне сделал скидку 50%, то есть наполовину урезал цену, сколько он что-то закладывает. Сколько он заработал? На тебе? Да, сколько он заработал. По товарищу? Не-не-не, а сколько он зарабатывает на том, кто не имеет этой скидки? Понимаешь? Наверное, и этот процесс невозможно проконтролировать. Почему? Потому что, ну, как ты скажешь? Он скажет, ну, да, хочешь, иди. Вот как ситуация с Газпромом, да? Нет альтернативы. Ну, такая величина Газпрома. Нет, нет, нет. Ну, нет альтернативы. Вот Газпром завозит сюда, как бы, Газпром инвестирует в Сибири, добывает газ. Это работа, затраты. Очень неприятная, как бы, зона, вечная мерзлота. Да. Несколько тысяч километров гонит его через три границы, через Украину, через другие там пункты, и доставляет его на границу с Молдовой. По цене там 300 с чем-то долларов. 400. Нет, это мы. А мы по 400. А мы тут сидим и думаем. Я всегда говорил, ребята, а вот эта разница между на границе и здесь, это что? Мы его добыли и так далее. Мы тут просто его взяли и прокачали по трубе до газовой плитки. Нет, я вас перебью, как отвечают они. Да. Я говорю, вот вы знаете, то, что создает давление в трубе, ну, вы не понимаете. В общем, чтобы это толкать, очень большие затраты. Ну, все равно. Очень большие затраты. Вот эта вот маржа, да, когда товар прибыл на, как бы, на границу и сюда зашел, это уже начинается, как бы, и наша система, и все, 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 все. Давай правильно. Валер, давай скажем так правильно. Плюс, наша система. Плюс люди хотят заработать, да, значит, и они ставят цены, говорят, ребята, а хотите, да, хорошо, когда есть, как бы, конкуренция, да, вот, наверное, там можно как-то, как бы, конкурировать и цену сбрасывать. Ну, если вариантов нет, наверное, если коллективный сговор, да, ценовой, я так думаю. Здесь даже говорит, если, ну, как, если у нас, фактически, как таковой, антимонопольной службы не существует, контроля не существует. Почему вы обижаете господи Кетрары? Есть же. Я никого не обижаю, я говорю то, что я не вижу. Ну, я же говорю, да, я же говорю, да, я действительно, и вот, что правда, то правда. Когда мы выезжаем с тобой когда-нибудь там в Евросоюз, попадаем в гипермаркет, мы вдруг увидим, видим, что там цены дешевле, чем в Молдове. И когда спрашиваешь старик своего коллегу, там, сколько ты получаешь, да, наши молдавские журналисты, да, да, там, я получаю зарплату в России, она несколько немножко получше. Когда спрашиваешь, сколько ты получаешь, и видишь, что действительно, это очень, как бы, маленькая доля его, то есть, он на питание, там, на одежду тратит очень мало, да, значит, не так много, как мы. У нас же, к сожалению, да, вот. Еще раз вопрос. А я уже не говорю, ладно, журналисты, хорошо оплачиваемые. Нет, почему? Даже говорить, о чем? А вот, медикаменты у нас, да, по некоторым позициям, себестоимость, и стоимость реализации, доходит до 400%, на разнице. Ну, слава богу, хоть не плацабу бы. Знаешь, иногда бывает, тебе могут впарить, вместо ценного, очень дорогого лекарства, обыкновенный аспирин, и ты не поймешь, что ты ее просто выпьешь, и... Но аспирин, это еще... Еще хорошо, слава богу, да. Это вред может принести. я так утрирую, я утрирую, да. Они иногда могут просто упаковать какую-нибудь безвредную, слава богу, чтобы так было, таблетку, и человек, вы знаете, знаешь, Сергей, зачастую человек даже может выпить, ему кто-то скажет, что это целебное лекарство, он может просто выпить. Святая Вода. Да и поверить, что ему стало легче. Слава богу. Он доходит, почему не контролирует это? Ну, есть же предел беспределу, а? Я не стану здесь... Нет, никак специалист. Я не специалист. Я хочу просто задать вопрос. В следствии того, что мы сказали, мы сказали, продовольственные, промышленные, да, товары, которые к нам приходят. Хотя я могу здесь поспорить, но, Сереж, ну, давай скажем так, даже Москва, гипер дорогой город мира, да, иногда бывало так, что я приезжаю туда в командировки, я там покупал какие-то лекарства, препараты медицинские и так далее, потому что они были дешевле, чем у нас здесь. Наверное, я полагал, что, может быть, они оттуда экспорт шел, да, и уже как наши ребята накручивали какую-то часть. Сейчас что-то идет, говорят, большая часть наших товаров ведет через Одессу, через что-то. Во всяком случае, многие люди ездят одеваться там в Одессу, на эти рынки. Причем, открыли тайну. Весь контрабас идет с 7-го километра. С 7-го километра и так далее, и так далее. Где завозятся, контейнерами, все это дело, Европейская Совета уже переживает. Вот по этому поводу, по-моему, и до них доходят, через братьев румыны, и так далее. Вот. Поэтому, ну, как бы, это такой процесс ценообразования, от этого не идешь. Есть гастробачеры, которые посылают деньги, есть люди, которые ходят с этими деньгами на рынок, платят эти деньги, да. Меня тоже поражает, почему бензин такой дорогой. И некачественный. Мне как-то однажды... И некачественный. Некачественный, да. Лекарство тоже некачественное. Но бензин же черт с ним там. Как черт с ним? Двигатель твой? Ну, двигатель, ну, ладно, бог с ним, это же не сердце и не почки. Ну, это сердце автомобиля. Да. А если, посадит тебя в сердце, почки должны быть. Новый двигатель. Я могу даже рассказать. Полетел двигатель, сердце остановилось. Да, почки, да. Почки отказали. Да, почки отказали. Валерий, спасибо тебе. Спасибо, что мы поговорили о серьезном легко. О том, что темы, они всегда остаются едины у нас. Мы сейчас живем в кризисе, мы из него не выходим. 22 года. И научились выживать. И научились выживать. И обращаюсь к нашим зрителям. Я желаю вам всем проснуться утром, посмотреть в зеркало и сказать, какое красиво и какая жизнь красива. Но, не забывайте о своей гражданской позиции, участвовать в общественной жизни и чтобы у вас у всех была любовь. До свидания, дорогие друзья. Спасибо, Валерий, еще раз. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.